Добрый день! Мы сегодня поговорим на тему Добро и зло Это с точки зрения Общефилософского словаря Это одна из самых мутных тем Мы поступим следующим образом Мы разберем разные случаи Когда человек чувствует Вот это добро, а это зло И посмотрим, как эти ситуации Можно проанализировать С точки зрения теории уровней Ну, первая ситуация Я называю ее база Если человек рассуждает Мыслит в терминах второго уровня То есть этика Или четвертого уровня То есть мораль То там все ясно Здесь мир делится на черное и белое Белое добро, черное зло Здесь мир Описывается конечной системой Правил, соблюдение правил добра Нарушение правил зла Здесь все ясно Но это не единственная Ситуация Когда мы чувствуем Что где есть добро, а там зло Второй случай Возникает тогда Когда появляется блок Что я имею ввиду? Есть человек С определенным уровнем Есть задача Которая требует Именно этого уровня И он готов Ее предоставить Вот тут вклинивается Какая-то третья инстанция И блокирует Ну, например Человек хочет заняться бизнесом Для этого есть все условия Но вклинивается Либо рэкет Либо государство Либо еще какая-то Третья сила Которая препятствует Этому развитию событий Вот эта сила является злом Это может быть на любом уровне Человека могут ограничивать В правах Самого разного уровня От свободы слова До свободы внутреннего мира И собственных верований Свободы совести До свободы творчества До свободы называться Своим собственным именем Как он этого хочет На первом уровне Тут возможно на любом уровне Эта ситуация возможна И второй Случай может быть расписан Для любого уровня Третий случай Война Если вы помните То при встрече человека с человеком Есть такой вариант Когда у них сильно отличаются уровни В этом случае наступает ситуация Которую мы называем война Более низкий уровень Побеждает А более высокий уровень Погибает или бежит У более низкого уровня Выигрыш Хотя небольшой У более высокого уровня Сильный проигрыш Так вот Эта война Воспринимается Как зло С трех разных точек зрения Во-первых С внешней точки зрения Когда люди Наблюдают это со стороны И видят Что люди не могут Скооперироваться А и Б не могут Скооперироваться И это плохо Но и сами А и Б видят другого Как зло И хотят его уничтожить Хотя удается Это только тому Который ниже Есть еще четвертый случай Он связан с тем Что нечетные уровни Воспринимаются Как индивидуализм А четные Как коллективизм Действительно Один объект Один процесс Одна карта Одна система Это нечто сугубо Индивидуальное Завязанное на конкретного Человека И для группы Это непонятно Для группы Это может быть плохо Поэтому Нечетные Коллективизм Это четные Два, четыре, шесть, восемь Индивидуализм Это нечетные Один, три, пять, семь И вот эти нечетные Могут восприниматься Как зло Но здесь надо сделать Вот какую оговорку Есть в истории фигуры Которые действуют Нечетным образом И тем не менее Нельзя сказать Что они отрицательные Хотя людям с ними Тяжело рядом Но нельзя сказать Что они зло Они просто такая Трудная судьба Но в конечном счете Полезная В конечном счете Положительная Самый простой пример Стив Джобс Очень был труден В общении А тем не менее Фигура положительная Как все понимают Так вот Тут надо учитывать Еще один фактор Который я называю Целевое Служебное Среди уровней Которые человек использует Какие-то могут быть Самоценными То есть целевыми А какие-то могут работать На них Я называю их Служебными Так вот Если высшие уровни У Джобса Это 5-7 Высшие уровни Целевые Ради этого Все делается То тогда получается Плюс То есть Если целевое Выше чем Служебное То мы получаем Добро Если целевое Ниже чем Служебное То мы получаем Зло Если вы смотрите Кино И там герой Умный Но служит Злодею То есть Примитивному человеку То это Конструкция Зло Если Самые простые Самые примитивные Средства Служат Высоким Целям То это Добро Ну и Вот В заключение Хочу Вот Эти два Эпизода Положить На сегодняшнюю Реальность Есть такой Прекрасный Журналист Игорь Яковенко Который придумал Термин Медиафрения Составленный Из двух слов Массмедиа И шизофрения Он показывает В своих статьях Что то что Он делает Путин Со страной С системой С массовой информацией Нельзя называть Пропагандой Потому что пропаганда Будь то гитлеровская Или Советская Прибрежневе Или сталинская Она строила Какую-то картину мира Эта картина мира Эта картина мира Могла быть ложной Кривой Но она была И она То что называется Идеология О которой мы говорили В прошлый раз Там была согласованная Позиция четных и нечетных Которая транслировалась Вниз в народ Здесь Сегодня Идея СМИ Состоит в том Что они разрушают Любую картину мира Если совсем точно То они У них происходит Калейдоскоп Картин мира У которых Единственным Устойчивым элементом Является Первый и третий уровень То есть Власть Владимира Путина Владимир Путин Это единица Собственное имя Человек Один И власть Это три То есть Один и три Выступают целевыми А пять и семь То есть Импровизация И парадоксальное Разрушение Сомнения В любых истинах Выступает Как Средство Это Служебное А это Целевое И этому Очень трудно Противостоять Фактически Никто не может Этому противостоять Сегодня Единственным На мой взгляд Решением Проблемы Является Противопоставление Вот этой системе Массовой информации Другой системе Где были бы Два Четыре Шесть Восемь Причем Восемь И шесть Были бы Целевые Вот такую Систему С массовой информации Создать Можно И это Было бы Единственным На мой взгляд Решением Нейтрализующим Вот эту Ужасную Угрозу Которую Сегодня Несет Путинский Режим Спасибо Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...